Приветствую вас, друзья, на своем канале. Я считаю, что уже пришло время показать вам это видео. Один из моих подписчиков попросил меня рассказать немного о ножах, которыми я пользуюсь. Как я храню, где я точу, в чем храню и как транспортирую. Обо всем об этом я вам сейчас расскажу. При съемке этого видео я столкнулся с одной маленькой проблемой. И название всех своих ножей и приборов, которые я применяю, я, естественно, прекрасно знаю, как они называются по-немецки. Проблема в другом. Я не знаю часть из них, как она называется по-русски. И я буду просто вам очень благодарен, если вы в своих комментариях на этом не укажете, как называется тот или иной нож. У меня в свое время чемоданчики для транспортировки ножей летели довольно часто. Так как я примерно 11 лет был, скажем так, на вольных хлебах. То есть я работал как фрилансер, как повар, скажем так, по вызову. То есть я был независимым от государства. Я зарабатывал свои деньги, платил налоги и этим самым жил. И так как я по Германии перемещался постоянно, то есть мне нужен был нормальный, серьезный чемодан, в котором я могу перевозить свои ножи. Вот уже, наверное, лет 5, как я эту проблему решил. Ну, то есть я в обыкновенном строительном магазине купил вот такой вот чемодан. Так как он сам по себе довольно тяжелый, он, наверное, весит килограмм 15 у меня, было и такое, что я работал на различных выставках по всей Германии. И порой, чтобы где-то, где-либо запарковаться, приходилось очень длинный путь идти пешком. И представьте себе тащить такую махину на себе. Поэтому я нашел выход из положения. Купив вот такой чемодан в обыкновенном строительном магазине, я купил вот такую вот тележку, которая легко снимается. Здесь сделал крепление, на котором она крепится, то есть я могу в любое время ее убрать. То есть это очень удобно. У нее выдвижная ручка, которую я могу поднять. Сейчас покажу, как она выдвигается. То есть нажав на красную кнопку, она спокойно выдвигается. И тем самым я могу спокойно передвигать по земле мой чемодан. Не судите меня строго за внешний вид моего чемодана, так как он у меня постоянно в дороге. Он все время находится либо в машине, либо стоит на работе. Бывают такие фирмы, где чемодан даже негде поставить. Вот не поверите. Такого места как такового нет. Чтобы вот я его поставил, открыл и начал с ним работать. Поэтому смысла его начищать снаружи нет никакого. Ну вы наверняка, если вызываете электрика, газоэлектросфальщика, который приходит со своим чемоданом, и у них у всех выглядят точно так же. Главное для меня, что я поддерживаю порядок внутри чемодана. Так, ну давайте заглянем теперь внутрь чемодана, что я вообще в нем храню. Да, еще что хочу обратить внимание. Независимо от того, что я живу в Германии, то в Германии тоже довольно часто воруют. А так как я работал на различных предприятиях, то есть если я на какое-то время из кухни надолго удаляюсь, я просто закрываю свой чемодан на замок, чтобы никто посторонний не мог в него залезть и что-либо взять. Ну давайте посмотрим, что у меня находится в чемоданчике. Вот в первом отсеке, ну здесь такие зажимы, они предназначены для кондитерского мешка, чтобы для работы с кремом, короче, для десерта. Ну вот такие вот странные резинки, они для того, чтобы на них вкладывать разделочную доску, чтобы доска просто-напросто по рабочей поверхности не каталась, а была стабильна. Можно, конечно, подложить влажную тряпку или полотенце. Две овощечистки, но они сами по себе немного разные. Одна, я в основном применяю ее для чистки спаржи, а другая, она двухсторонняя, она идет как для чистки спаржи, цукини, то есть для более длинных овощей. А вторая часть, она для чули, я покажу. Ну вот для работы, чтобы не мучиться, не нарезать ножом, и это можно все прекрасно сделать овощечисткой. Ну, на всякий случай пекарская бумага никогда не помешает, много места она не занимает. Ну вот такие налокотники, если работаешь с большим количеством мяса, который ты жаришь, чтобы рукава твоей рабочей куртки не замаслились. Ну вот так вот одеваешь, и очень удобно, очень практично. Так, ну здесь у нас все. Далее идет всякая разная мелочь, которая прекрасно умещается в этих кармашках. Это щипцы для удаления костей с рыбы. Этот нож для вскрытия устриц. Овощной нож, которым пользуешься очень часто, они летят в первую очередь. Но это уже у меня за всю мою карьеру, скажем так, ну не за всю карьеру, а, наверное, с того момента, лет 15 я пользуюсь этими ножами, это у меня уже третий нож. Одна экономка, на всякий случай, пользуюсь тоже довольно часто. Затем нож, им пользуюсь я не часто. Этим ножом я работаю, когда нужно овощам придать форму. Он называется по-немецки турнир месса. Но этот нож, он предназначен для того, чтобы вырезать из яблок сердцевину. Нож, который должен быть у каждого официанта, но не у повара. Но у меня он есть на всякий случай. Чтобы можно было открыть любую бутылку. Очень удобная вещь. Нож для чистки рыбы. Так, ну вот этот нож, даже не знаю, как его назвать по-русски. Он называется по-немецки порезен ауштехе. То есть им можно с картофеля, с яблок, с груш, с моркови и с других овощей и фруктов вырезать такие полушарики. Очень важная, очень нужная вещь в чемодане. Это ножницы. Небольшие плоскогубцы. Небольшие, вы скажете, зачем повару небольшие плоскогубцы? Я скажу вам, для чего. Довольно часто при разделке рыбы, особенно лосося, чтобы не хватать его за уже отфилетированное филе, за хвост и держать его руками где-то неудобно, я пользуюсь прекрасно плоскогубцами. Ну и бывает такое, если где-то на какой-либо гриль партии, куда ты приезжаешь, куда тебя вызывают и начинаешь работать, то довольно часто у газовой грильницы бывает не хватает самих держателей для регулирования газа. Ну, когда таких нету, то пальцами, конечно, немного сложно это все сделать, а вот при помощи плоскогубцев очень удобно. Ну, это опять же турнир Месо, как и вот этот. У них, конечно, очень разная ценовая категория. Ну, скажут, давайте по ценам пробежимся. Значит, вот такой нож, он стоит примерно от 30 до 40 евро. Такой точно так. Такой нож стоит 10 евро. Чем он удобен? Чем он удобен? У него очень тонкое лезвие, и им именно картофель по-французски нарезать очень удобно. То есть, тонкое лезвие намного лучше режет. Но вот такой нож. Это он называется по-немецки цестенрайсер. Представьте себе цукини, и вам нужно сделать бороздки в нем. То есть, делаем бороздку, разворачиваем, еще бороздку, еще бороздку. Вот для этих целей он нужен. Его используют также для снятия цедры лимона. Ну, я еще раз вернусь к этому ножу, который называется цестенрайсер или цезелирер. Я не знаю, к сожалению, как он называется по-русски, но обязательно просмотрю его название, если, конечно, найду, и укажу под описанием. Он нужен, вот я объяснял, вот такого плана. Делаешь такие засечки, и потом, когда нарезаешь цукини, то получается как бы небольшой узор. Это можно также делать и с морковью. Кисточка очень хорошая и нужный объект в любом поварском арсенале. Ее можно сделать шире, чтобы помыть. Когда она высыхает, ее можно вернуть назад, сделать более компактной. Этот атрибут очень необходим. Ну вот, это, так называемый, бунт-мессер. Этот нож нужен для придания рисунку, ну, например, для при порезке сливочного масла или овощей, таких как морковь. Далее, так как я готовлю довольно много и в больших количествах, а бывает и наоборот, что в очень маленьких количествах, для этого у меня имеются весы. Я их храню тут же в чемодане. Далее, что находится еще в моем волшебной чемоданчике. Находится вот такая воронка. Такие воронки, как правило, применяют для распределения салатов или десерта в маленькие стаканчики. Так, ну, этот прибор вам знаком, прекрасно работает с мускатным орехом, с цедрой лимона, с пармезаном. Вилка для мяса. Ну, скажем так, в домашних условиях она, ну, совершенно не нужна. А вот на работе я ее пользуюсь довольно часто. Если, тем более, мне нужно бывает 100 или 200 килограмм переработать мясо, особенно говядины. И чтобы проверить, какая она уже по консистенции и готовности внутри, именно такая вилка очень необходима. Чеснокодав. Нож на все случаи жизни. То есть, это тот нож с довольно сильным, крепким лезвием, который мне не жалко затупить или испортить. Бывают такие моменты, что где-нибудь на выезде нужно тебе открыть консервную банку или что-то в этом плане. Вот как раз такой нож для этих целей очень хорош. Резиновая лопатка. Для крема, для соуса. Очень удобно. Щипцы. Для переворачивания мяса. Или для гриля. Термометр. Термометр, конечно, очень важная вещь. Так, идем далее. Зубная нить. Вы скажете, зачем повар зубная нить? Нет, зубная нить не для того, чтобы чистить на работе зубы. Зубная нить очень хороша для нарезки козьего сыра. Вот представьте, если у вас козий сыр круглый, и вы хотите его именно тоненько нарезать, чтобы срезы были очень гладкие, и чтобы он не раскрашивался и не ломался. Вот для этих целей как раз-таки и нужна зубная нить. Так, ну, таблетка этой жоги. Сам Бог велел. Клейкая лента, типа изоленты, которая тоже бывает необходима. Если нужно, работаешь где-нибудь в ресторане, и тебе нужно, чтобы у тебя меню было перед глазами, для этих целей как раз клейкая лента очень нужна. Многим поварам нравится этот мой нож. Чем он хорош? То есть у него есть несколько запасных лезвий, которые хранятся тут же. Ну, я сейчас не буду показывать. Они находятся здесь, в этом месте. Чем хорош этот нож? Я вам скажу. Бывает такое, что приходится обработать большое количество свинины именно со шкурой. И чтобы нарезать эту шкуру кубиками небольшими, ее первоначально отправляют в параконвектомат. Но все равно, даже после параконвектомата, шкура еще очень жесткая. И вот как раз вот такой нож со строительного магазина решает эту проблему просто прекрасно. Калькулятор. Калькулятор мне просто необходим. Можно, конечно, все это делать телефоном, но телефон нужно постоянно включать, а калькулятор, он вот, он перед глазами лежит, и включил, и готово. Очки. Небольшая палета такого плана, очень удобно, пользуюсь довольно часто. Ну, что у меня есть еще в моем чемоданчике? У меня в чемоданчике есть вот такая мобильная доска для нарезки чего-либо. Так, ну давайте теперь пройдемся по ножам, какие у меня есть и для чего они нужны. Ну, вот есть вот такой нож, он как бы считается хлебный. В домашних условиях он, ну, скажем так, совершенно не нужен. А вот на работе, я, собственно говоря, в свое время купил его, когда мне нужно было нарезать очень много джабаты, багета и другого хлеба. Этот нож меня очень сильно спасал, так как нужно было действительно резать хлеб большими телегами. Я имею в виду по количеству. И вот этот нож прекрасно с этим справлялся. Так, ну вот есть другой нож для нарезки хлеба. Он более удобный. Такой можно, в принципе, вполне иметь у себя на своей домашней кухне. Шеф-нож. Этот нож, у него длина клинка 26 сантиметров. Чем хорош этот нож? Он хорош для... Им очень удобно рубить зелень, потому что он сам по себе очень большой. И вот такими движениями очень прекрасно с ним работает. Так, мусат. Ну, мусат. У меня вот такого плана есть и круглые, есть и керамические. Почему, допустим, я не пользуюсь керамическим? Ну, бывает у меня довольно часто так, что тот же самый мусат и даже ножи падают из рук. А если керамический мусат упадет на землю, то он сразу же сломается. Ну, если повезет, то не сломается. Ну, как, в принципе, у меня довольно часто падают ножи, то я остановился на этой версии. При помощи мусата вы можете нож править, но вы не будете нож точить. К этому я перейду немного позже, и вы поймете, о чем я говорю. Так, ну, я хочу пару слов сказать о мусате, как его использовать. Каждый повар пользуется им для себя индивидуально, так как ему удобно. При помощи мусата вы нож не наточите, но вы с его помощью сможете поддерживать ваш нож в довольно длительном, хорошем состоянии. Ну, вот, обратите внимание, кто-то нож точит именно вот так. То есть, идет сверху вниз, другая сторона, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Я шлифую по-другому, как мне удобно, а именно вот такого плана. Ну, как я говорю, это дело такое индивидуальное, кому как удобно. Нож для разделки рыбы. Длина клинка 21 сантиметр. У меня был еще такой же нож, размер клинка был 18 сантиметров. Ну, он был, скажем так, он неудобный. Может быть, для дома он и хорош, но если, допустим, разделывать лосось, снимать с него кожу, то именно вот эти движения, и не хватает именно вот этого размаха. То есть, лезвие теряется в рыбе. Поэтому, если будете покупать, то я рекомендую брать от 21 сантиметра. Шеф-нож. Длина клинка 21 сантиметр. Ну, им я работаю, наверное, скажем так, чаще всего. Кстати, может быть, если вы заметили, то у меня в моем чемоданчике нет ножей сантоку. Ну, это вот такого плана. Я как-то не очень полюбил эти ножи. В каком плане? В плане, когда с ним очень много работаешь и точишь его, то здесь образуется такой вырез. То есть, уже получается, что работаешь ножом, а он не режет. То есть, продукт попадает как раз в эту выемку и становится некомфортно им работать. Чего нет у этого ножа? То есть, им работать очень прекрасно вот именно в таком плане. Нож для мяса. Он гибкий. Длина его 15 сантиметров. Очень хороший нож. Как-то раз на одном меню, где нужно было нарезать флейнстейк на 300 человек, и работать нужно было очень быстро, у меня не оказалось ножа с более длинным лезвием. Ну, давайте посмотрим. Я в тот день флейнстейк весь порезал этим ножом. И у меня рука почти отвалилась. И потом, немного позже, я купил себе... Я нашел марку и купил себе вот такой нож, длина которого именно лезвие 26 сантиметров. Им я пользуюсь редко, но тем не менее, он есть в моей жизни. Очень такой гнущийся нож. Очень мягкий. Он действительно очень тонкий, очень мягкий. Для филетирования мяса очень комфортно. Все меня спрашивают, ну ты его и весь сточил. Нет, я не сточил. Этот нож от рождения такой. Да, вот что совсем забыл, что он находится тоже у меня постоянно в моем чемоданчике. Вот такой вот шпахтерь. 15 сантиметровый. Он очень удобный при работе на очень больших сковородках. Цены ему просто нет. Также есть у меня нож, которым я практически не пользуюсь. Вот такой вот нож. Ну, очень редко он... Ну, я хотел его в свое время иметь, и я его купил. Он у меня есть. Если я делаю иногда раз в пятилетку роллы, то вот этот нож я использую. Только в этом случае. Как я ножи храню, вы уже, в принципе, видели. Чтобы ножи у меня меньше тупились, сейчас я даже покажу. Вот такой вот держатель для ножей. Конечно, он очень удобен. Ножи мои не ударяются друг от друга. К сожалению, я не могу поместить все ножи сюда, какие у меня имеются. Но большую и основную часть вполне. Ну, вы сами видите, насколько это удобно. Ножи держатся стабильно и стандартно. Так, ну, вот еще одна вещь, которую я беру с собой. Это если... Она тоже находится со мной постоянно. Просто сейчас я готовил дома пиццу, и пришлось вытащить из чемодальчика. Очень хорошо для флан кухонной и для пиццы. Нарезает просто... Просто шикарно. О содержании и транспортировке я рассказал. Да, кстати, в домашних условиях дома у меня ножи находятся на магнитной линейке. Там они точно так же друг к другу не прикасаются. И, естественно, они не тупятся. Раньше в свое время я ножи точил вот на таких камнях. Ну, если вы даже хорошо присмотритесь, то давным-давно этот камень у меня уже убит. Если вы решите приобрести себе камень, то я рекомендую, чтобы камень у вас был обязательно вот в такой резиновой подставке, чтобы во время точки ножа он у вас не двигался, не скользил. Зернистость. Зернистость. Тут дело такое. Значит, по своему опыту я вам скажу, что мне хватало зернистости камня. Тысяча с одной стороны и три тысячи с другой. Это вот именно как раз такой камень. Хватит вам надолго. Вот обратите внимание на этот нож. Ну, господи, этому ножу у меня уже лет 25, может быть, больше. Но я им уже никак не работаю. Он лежит у меня дома спокойно с другой кухонной утварью. В свое время я этот нож точил именно на камне. Вот таким вот образом. Меняешь и опять точишь. Меняешь и опять точишь. Камни, естественно, предварительно нужно замочить в воде. Но от этого способа я уже давным-давно отошел. Я решил эту проблему по-другому. Так как я ножами работаю очень много, я принял для себя решение купить, скажем так, профессиональную точилку. Ну, я не скажу, что я с ней очень сильно доволен, но время, мое свободное, экономит в разы. Нож точится на ней очень быстро. Скажем так, если бы я в свое время не был бы предпринимателем, то я, возможно, бы ее не купил. А так как либо я отдам деньги государству, либо я использую их для себя с пользой, что я и сделал. И я приобрел себе, ну, вот такую точильную машину. Сейчас я вам покажу, как она работает, и вы увидите, как я точу ножи. Машина поднимается, вынимается, и сюда заливается вода. Да, это очень хорошее блюдо, которое подарила нам в свое время сестра, мои супруги. Это блюдо является как защитой от жира, которая брызжет при приготовлении мяса в моем исполнении, и также для воды, которая будет время от времени вытекать и, естественно, останется в блюде. Ну, расскажу немного о самой машине. То есть, точить нож вы можете как слева, так и справа. Здесь уже все автоматом выставлено. Здесь специальные магниты, которые удерживают ваш нож, и вы можете изменять угол заточки. Здесь в общей сложности три положения, которые меняются. Сами камни непосредственно точильные находятся в воде за счет того, чтобы металл ваш не нагревался, и вы не испортили нож. Здесь в середине находятся также два диска. Я даже не знаю, какая у них зернистость, но очень чувствуется, что очень мелкая. То есть, я сначала затачиваю ножи грубо с этой стороны и с этой стороны, а затем я правлю нож уже на этих двух мелкозернистых точильных камнях. Также можно... Ну, расскажу немного о самой машине. Точить нож вы можете как слева, так и справа. Здесь уже все автоматом выставлено. То есть, здесь специальные магниты, которые удерживают ваш нож. И вы можете изменять угол заточки. Здесь в общей сложности три положения, которые меняются. Сами камни непосредственно точильные находятся в воде за счет того, чтобы металл ваш не нагревался, и вы не испортили нож. Хотя в середине, в середине находятся также два диска. Я даже не знаю, какая у них зернистость, но очень чувствуется, что очень мелкая. То есть, я сначала затачиваю ножи грубо с этой стороны и с этой стороны, и потом я прохожу еще раз самим ножом через... А затем я правлю нож уже на этих двух мелкозернистых точильных камнях. Также можно при помощи шлифовального колеса сделать нож еще острее. Скажем так, для моих целей этой функции я не пользуюсь. Ну вот, у меня насобиралось сейчас немного ножей. Сейчас я покажу вам, сколько по времени занимает заточка одного ножа. Вы можете мне не поверить, но мой нож уже острый. Точу я ножи примерно один раз три-четыре месяца. Ну, в зависимости от того, какими я ножами именно работаю и как много или долго я ими работаю. У моего шефа случилась оказия. Ну вот, такой нож пал у него на бетонный пол и сломалось острее. Вот сейчас я при помощи своей дочильной машины ему этот дефект устраню. Ну вот, дефект я устранил. На все про все мне понадобилось буквально три минуты. Хочу, конечно, сказать, что все-таки я не какой-нибудь профессиональный торчильщик. Если у вас есть возможность точить ножи у профессионального торчильщика, то есть смысл обратиться к нему, если у вас действительно очень хорошие ножи. Если нет, то двух камней вам их хватит за глаза. И не старайтесь купить самые дешевые камни. Дешевый камень не значит, что он хороший. Он может быть очень хрупким. И вы износите свой камень, скажем, за 20 евро намного быстрее, намного быстрее, чем камень, который стоил 40 евро. Но это я говорю как для примера. Хотел бы сказать еще слово о ножах в домашних условиях. Все ножи, которые вы видите, вот эти ножи я бы имел у себя дома. Шеф-нож, который на каждый день. Овощной нож для чистки. Лука, чеснока, моркови на каждый день. Рыбный нож. Не на каждый день, но он необходим. Этим ножом очень хорошо также резать хлеб. Можно отказаться от хлебного ножа. Вот такого. Но при этом иметь рыбный нож. Обязательно нож для мяса. Эконом. Для чистки картофеля, свеклы, моркови. Вообще очень незаменимая вещь. Ну и вот такой нож для чистки рыбы. У которого сердцевина вынимается, хорошо промывается. Этим ножом очень удобно чистить рыбу, так как чешуя вся остается внутри. Вытащил, отряхнул, вставил обратно. И можно продолжать дальше. Также можно менять нож, в зависимости от того, какой стороной вам удобно чистить ту или иную рыбу. Ну здесь допустим мелкие острые зубья, здесь более крупные острые зубья, и здесь сточенные зубья. Я считаю, что заявку рассказать о ножах я практически выполнил. Если у вас возникнут вопросы, задавайте. По возможности я на них отвечу. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Если вам было интересно смотреть это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.